Можно отключать режим записи, просмотреть то, что у нас получилось, переместиться на конечный кадр, где мы сделали последние изменения, включить режим записи и продолжить задавать траекторию движения нашей камеры. В этот момент происходит изменение параметров, которые отображаются в окошке Properties. И так далее, пока не нарисуется вот такая вот картина. Теперь немного хотелось бы украсить наше видео, сделать отражение наших картин. Так как если бы они стояли на отражающей поверхности. Для этого мы дублируем нашу группу. Первую перемещаем вниз. А в дроп зоне по оси X делаем поворот на 180 градусов и смещаем на 1 пиксель по оси Z назад. Дабы дроп зона опять находилась под картиной. Это нам придаст зеркальное отражение нашей картинки, которая будет помещена в дроп зону. Но так как отражение не может быть стопроцентным, мы применим маску для того, чтобы немного смазать отражение. Маски бывают разных видов. Конкретно сейчас нам нужно использовать квадратную маску. Для этого мы заходим в группу, которая является сейчас отражением нашей первой картины. Выделяем конкретно картину и делаем ей маску. Как видите, в оконце Инспектор появилась закладка Маска. В ней мы ввиняем параметр Phaser, то есть размыливание по краям, где-то на 500. Можете поэкспериментировать с этим. И в оконце Canvas растягиваем маску, края маски, так, чтобы картина где-то на половинку у нас смазалась. То же самое проделываем с дроп зоной. Опять же таки, повторюсь, для того, чтобы производить какие-то манипуляции над элементом, в слоях, в окошке Layers, в окошке слои, этот элемент должен быть активным. Вот что-то более-менее похоже на отражение. Все это проделываем и с остальными картинами, вернее с отражениями этих картин. После чего у нас получается такая галерея с отражением каждой картины. Дальше хотелось бы придать немного мягкости в движение нашей камеры. Для чего мы заходим в кеймфрейм-эдитор, перед этим выделяем камеру, выделяем сами кеймфреймы, ключевые кадры, движение. Вызываем меню правой кнопкой мыши и в закладке интерполяция выбираем Easy In и Easy Out. Как видите, линии изменились, они более стали к подходу к точке, кеймфрейму, такие более округлые, что придаст более мягкого отъезда и мягкого подъезда самой камеры к предмету, к картине. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда мы поместим в дроп-зоны наши фотографии. Теперь не мешало бы сохранить нашу композицию. В конечный файл заходим в меню «Файл», выбираем «Экспорт». Появляется вспомогательное окошко, выбираем место, куда сохранять. Название по умолчанию соответствует названию проекта. «Усплей рейндж» дает нам то, что отэкспортится то видео, которое находится от «Ина» до «Аута». «Автоэкспорт» дает возможность после того, как будет отэкспортено видео, откроется в превьюшном окошке, где мы сможем просмотреть сразу результат. Также мы можем отэкспортить это как в «Фиктайм» в мовку, то есть именно в видео. Также можем последовательность кадров сделать, «Image Sequence». И также просто конкретное как бы фото. Кадр, на котором сейчас стоит курсор. В «Опшенсах», в «Параметрах» мы можем выбрать, в какой кодек выгнать. Но конкретно сейчас мы останемся при «Анимэйшене». Довольно хороший кодек. Для анимации «Экспорт» появляется окошко «Статуса». Окошко «Просмотра». Что ж, теперь очищаем каждую дроп-зону, так как мы сейчас будем создавать темплейт. Опять-таки, файл «Save as Template». Появляется окошко, где мы выбираем «Создать новую тему». То есть будет создана новая папочка для темплейта нашего. Называем его. И также называем конкретно наш темплейт. Если мы хотим, чтобы нашим темплейтом смогли воспользоваться на другом Macintosh, мы должны выбрать параметр «Copy into folder». Теперь наш шаблон мы можем видеть в оконце темплейтов. Среди доводских темплейтов вот и наш. Здесь мы можем получить его предпросмотр. И также здесь мы можем его и удалить. Откроем Final Cut. И в закладке «Эффекты» «Media Templates» мы видим наш темплейт. Помещаем его на секвенцию. Нажимаем дважды. И в окошке «Viewer» мы можем увидеть наш темплейт. А также в закладке «Control» мы видим конкретно наши дроп-зоны, куда можно помещать фото или видео элементы. Также наш темплейт можно удалить и из «Finder» по пути. Спасибо за внимание. Плодотворной Вам работы. С Вами был Денис. До скорых встреч.